Такие подвиги доставляет странничество, доведенное до высшей степени. Ибо истинно великим свойственно переносить посмеяние от своих домашних. И не удивляйся сказанному, ибо никто никогда не может зайти на лестницу одним шагом. Что Божие мы ученики познают все не из того, что бесы нам повинуются, но из того, что и имена наши написаны на небесах смирения. Не плодя деревь, так называемых лимонными, естественным образом производит, что ветви их бегут в высоту. Наклоненные же ветви чаще бывают плодоносными. Вникательный уразумеет это. Эта степень святого смирения приобретает у Бога плод в 30, 60 и во 100. До последней меры восходит бесстрастное. До средней мужественные, до первой могут доходить все. Кто познал самого себя, тот никогда не вдастся в обман и не предприимет того, что выше его, но стоит уже ногою на этой блаженной стезе. Птица боится истребинного взора, а делатели смирения боятся гласа прикословия. Многие улучали спасение без дара предсказаний, озарений, знамений и чудес. Но без смирения никто не войдет в брачный черток, потому что последняя – раж первых. А первые, в легкомысленных, нередко бывали губительными для последнего. Для нас, нежелающих смиряться, Господь по смотрению Своему устроил, что никто не может так видеть трупы свои, как видит ближний. А потому должны мы из-за исцеления свое воздавать благодарение не себе самим, но ближнему и Богу. Смиренно мудрый всегда огнушается своей волею, как погрешительную, и в прошениях своих ко Господу с несомненной верой изучает, к чему он обязан, и пребывает в послушании, не обращая внимания на жизнь учителей, но возложив попечение на Бога, который через ослицу научил Валаама, что ему должно было делать. Такой делатель, хотя все делает и разумеет, и говорит по Богу, но и в таком случае не приписывает этого себе. Доверие к себе для смиренного, а стен и бремя, как для гордого чужое мнение. Мне кажется, что ангелу только свойственно их тайне не увлекать все грехами, ибо слышу, что говорит земной ангел. Хотя за собой ничего не знаю, но тем не оправдываюсь, судья же мне Господь, 1 Коринфянам 4.4. Поэтому должны мы непрестанно осуждать и укорять себя самих, чтобы добровольным уничижением оправдаться в невольных грехах. В противном же случае, при исходе своем, без сомнения, подвергнемся тяжкому за них истязанию. Кто просит у Бога того, что ниже его достоинства, тот без сомнения получит, что выше его. И это показывает собою мытарь, просивший отпущения грехов, а получивший оправдание. И разбойник просил только помянуть его в царстве, но первый наследовал целый рай. В мире невозможно увидеть малый или большой огонь в собственном его естестве, а в непритворном, смиренно-мудрии совершенно невозможно оставаться какому-либо роду вещества. Пока не падем добровольно, нет в нас этого вещества. Добровольное же падение есть признак его в нас появления. Владыка, зная, что с внешним поведением соображается душевный добродетель, взял полотенце, показал нам способ, как идти путем смирения. Ибо душа делается подобной телесным занятиям, и что делает от того, заимствует образ, и с тем соображается. Одному из ангелов начальство послужило поводом к высокоумию, хотя и не с тем было дано ему. Иные расположения у сидящего на престоле, и иные у сидящего на гноище. И для этого-то, может быть, великий тот праведник сидел на гноище вне города. Ибо приобретший тогда совершенное смиренно-мудрие, с душевным чувством сказал, «Укорил себя сам и истаял, и мню себе землю и пепел». И. 42.6. 60. «Нахожу, что монастырь согрешил, как не согрешил никто другой из людей, сквернив и храм Божий идолами, и все богослужение. Если бы целый мир наложил на себя пост за него, то не мог бы достойно вознаградить за это. Но смирение возмогло уврачевать в нем и неисцельное. «Если бы вас хоть принес жертвы, — говорит Давид, — то дал бы всесожжение, то есть тела всесожигаемого постом. Ты не благоволил, жертва Богу. А что дали, известно всякому. Согрешил Господу, возопило некогда к Богу блаженное смирение по совершению прелюбодеяния и убийства. И оно скоро услышало, — Господь отъял согрешение Твое, — 2 Царь 12, 13. Путем к смиренно-мудрию и основанием Ему по определению преснопамятных отцов служат труды телесные, а я присовокуплю послушание и правоту сердца, потому что они, естественно, противоположны самомнению. Если самомнение некоторых ангелов сделало демонами, то смирение, без сомнения, может и демонов сделать ангелами. Поэтому додерзают падшие. Всеми силами поспешим зайти на самый верх смирения. Если не можем идти сами, то вознесемся хотя на раменах его. Если же и там из неможем несколько, то, по крайней мере, не выпадем из объятий его. Ибо кто выпадает из таковых, о том подивлюсь, если получит он какой-либо вечный дар. 65. Крепость смирения и путь его, а не признаки. Суть – нестяжательность, внутреннее странничество, утаение мудрости, простота речи, прошение милостыни, сокрытие благородства, устранение вольности в речах, удаление от себя многословия. 66. Ничто никогда не может так смирить душу, как убогое состояние и пропитание подаянием. Ибо тогда, тогда только оказываемся любомудренными и боголюбцами, когда при возможности возвыситься, невозвратно бежим от возвышения. Если когда вооружаешься против какой бы то ни было страсти, то в споборнике себе возьми смирение, а на наспида Василиска наступит. И поперет льва и змея, разумея же, наступит на грех и отчаяние, поперет дьявола и плотского змея. В Смиреномудрии есть небесная труба, которая из бездны грехов может поднять душу на небо. Некто увидел в сердце своем красоту Смиреномудрия и, объятый удивлением, просил сказать имя родителей ее его. Приятный, спокойный, улыбнувшись на него, говорит Смиреномудрия, «Как же хочешь ты узнать имя родителя моего?» Он неименуем, и я не скажу тебе имени его, пока не будешь иметь в себе Бога. Ему слава во веки веков! Аминь! «Кто вошел на эту степень, да дерзает, как соделавшийся подражателем учителю Христу, таковой спасется. Матерь-источнику — бездна, а источник рассудительности — смирение». Слово двадцать шестое о различении помыслов, страстей и добродетелей. Рассудительность в новопоступивших есть истинное познание себя самих в преуспевающих, духовное чувство, которое непогрешительно различает в собственном смысле доброе от естественно доброго и от противоположного добру. Совершенное же — ведение, которое бывает следствием божественного озарения, и светильником своим может освещать и то, что есть темного в других. Или, может быть, вообще рассудительность есть и познается, как несомненное постижение Божией воли во всякое время, во всяком месте и деле, и она бывает только в чистых сердцем, телом и устами. Кто благочестно истребил в себе три страсти — чревоугодие, сребролюбие и тщеславие, тот истребил и пять. Блуд, раздражительность, отчаяние, уныние и гордость. Григорий Синаис, глава 91. Но кто вознеродел об тех, тот ничего не преодолел. Рассудительность есть неоскверненная совесть и чистое чувство. Никто, видя или слыша что-либо сверхъестественное в монашеской жизни, да не впадает в неверие по неведению. Ибо где пребывает преестественный Бог, там весьма многое уже совершается сверхъестественно. 5. Всякая демонская брань производится в нас этими тремя главными способами, или по неродению, или по гордости, или по зависти демонов. Первая брань достойна сожаления, вторая весьма бедственна, а третья приблажена. 6. С целью и правилом во всем будем иметь совесть нашу по Богу. 7. Чтобы, зная, откуда приходит дыхание ветров, сообразно с тем распростирать уже нам и витрила. 8. Во всех наших деланиях по Богу демоны искапывают нам три ямы. Во-первых, усиливается воспрепятствовать тому, чтобы сделано было доброе. 9. Во-вторых же, после первого своего поражения старается, чтобы сделано и не было по Богу. 10. Когда же воры эти не достигнут и этой цели? 11. Тогда безмолвно уже, предстоя душе нашей, ублажают нас, как проводящих житие во всем по Богу. 12. Враг первому – мурачительность и попечение о смерти. 13. Второму – подчинение и уничижение. 14. А третьему – непрестанное осуждение себя самого. 14. Этот-то предстоит нам труд, пока во святилище наше не внидит Божий огонь. 15. Ибо тогда не будут уже беспокоить нас прежде укоренившиеся худые наклонности. 15. Бог наш есть огонь поедающий. 16. Всякое разжение и движение, всякую укоренившуюся в нас наклонность, и всякое ослепление, внутри и вне примечаемое и познаваемое. 17. Демоны обыкновенно производят в нас противное сказанному. 17. Ибо когда овладеют душой и угасят свет ума, тогда в нас, бедных, не будет ни трезвенности, ни рассудительности, ни признания, ни стыда. 18. Будут же беспечность, бесчувствие, нерассудительность и слепота. 18. Сказанные теперь очень ясно знают те, которые уцеломудрились от блуда, сократили свою вольность в речах и от бесстыдства пришли в чувства. 19. Знают, как по отрезвлению ума, по окончании его слепотствования, или, лучше сказать, его рожения, стыдятся они внутренне самих себя за то, что прежде говорили и делали, живя в ослеплении. 20. Если душевный день сперва не обвечеряет и не смертнется, то воры не придут окрадывать, заколать и губить душу. 21. Окрадывание есть неприметное пленение души. 22. Заклание души есть умерщвление словесного ума, впадшего в дела непристойные. 23. Погибель есть отчаяние в себе по совершению беззакония. 24. Никто, да, не отговаривается своей немощи исполнять евангельские заповеди, ибо есть души, которые делали и сверх заповеди. 25. И сказано без сомнения убедить себя тот, кто возлюбил ближнего более себя и положил за него душу свою, хотя и не имел на то повеление Господне, а вволев, выкупивший собой трех пленников. 26. Боримые страстями, но смиренные, да дерзают, ибо если будут и во всякий ров впадать, и во всяких сетях запутываться, и страдать всеми недугами, 27. То по восстановлению здравия соделаются для всех светилами, врачами, светильниками и кормчими, научая распознавать свойства каждой болезни и близких к падению, спасая собственную своей опытностью. 28. Если некоторые преобладаются еще прежними навыками ко греху, но могут научить, хотя одним словом, то пусть учат, ибо, может быть, устыдившись собственных слов своих, начнут они когда-нибудь и деятельную жизнь. 29. А если и не начнут, то будет с ними, что, как видел я, бывало с иными валяющимися в грязи, покрытые грязью, рассказывали они мимоходящим, как погрузились там, делая это для их спасения, чтобы и они не попали туда же тем же путем. 30. Но за спасение других и их самих всемогущий избавлял истины. 31. Если же одержимые страстями добровольно предаются удовольствием, то пусть молчание мучат. Поэтому-то Иисус начал творить же и учить. 15. Опасное, подлинно опасное море переплываем мы, смиренные монахи. Море, на котором много ветров, скал, водоворотов, разбойников, ураганов, мелей, зверей и волн. 16. Под скалой для души разумеем свирепую и внезапную раздражительность. Под водоворотом безнадежность, которая объемлет собой ум и стремится увлечь его в глубину отчаяния. 16. Под мелью невежество, которым худое приемлется как доброе. Под зверями это тяжелое и свирепое тело. Под разбойниками самых опасных служителей тщеславия, которое расхищает наш груз и труд добродетелей. 17. Под волною присыщенное обремененное чрево, которое своим стремлением предает нас во власть зверю. 18. Под ураганом низверженную с неба гордыню, которая нас возносит и потом низводит до бездн. 19. Для обучающихся письменности известно, какие науки привечены начинающим, какие средним и какие самим учителям. 20. Будем разумно вникать, чтобы после долговременного обучения, не останавливаясь нам на первоначальных уроках, а видеть, что старик ходит в детское училище, все признают за стыд. 21. Вот превосходность для всех азбука. 22. Альфа-послушание, бета-пост, в-вретище, пепел, слезы и исповедь, м-молчание, смирение, бдение, мужество, стужа, труд, з-злострадание, уничижение, сокрушение, незлопамятство, братолюбие, добродушие, простая непытливая вера. 23. Отложение мирских попечений, безненавистное возненавидение родителей, беспристрастие, простота с незлобием, добровольное унижение себя. 24. Предмет изучения для преуспевающих и свидетельства об их приспеянии, не тщеславие, негневливость, благонадежность, безмолвие, рассудительность, твердое памятование суда, благосердие, страннолюбие, приличное вразумление, бесстрастная молитва, несребролюбие. 25. И вот предел, устав и закон для благочестного плоти у совершающихся по духу и телу. 26. Альфа – непленяемое сердце, бета – совершенная любовь, источник смиренно-мудрее, приселение ума, вселение Христово, света и молитвы нерасхищаемость, обилие божественного озарения, желание смерти, возненавидение жизни, бегство от тела, молитвенник за мир. 27. Усильный искатель Божий, сослужитель ангелов, безновидение, а о обитель тайн, с страш неисповедимого, рачитель спасения человеков, бог демонов, господин страстей, владыка тела, попечитель естества, чуждые греха, дом бесстрастия, при владычной помощи подражатель владыки. 28. Немалая потребна нам трезвенность, когда болезнует тело. 29. Демоны, видя нас поверженными и неспособными, пока по немощи вступить с ними в подвиг, со всей силой нападают тогда на нас. 30. Которые живут в мире, тех во время болезней преследуют демона раздражительности, а иногда их, увы. 31. А которые живут вне мира, тех, если изобилуют всем потребным, преследует демон чревоугодия и блуда, которые же проводят жизнь в местах, лишенных всякого утешения и подвижнических, затем и неотступно ходит мучитель демон уныния и неблагодарности. 31. Замечал я, что волк блуда усугублял страдания в больном, и во время самых страданий производил в нем плотские движения и извержения. 32. И поразительно было видеть, как плоть среди сильных мучений сгорает пожеланием и неистовствует. 33. И обратился я и увидел лежащих, которые на самом одре утешаемы были Божьей силою или чувством сокрушения, и этим утешением отражали от себя болезненные ощущения, и доходили до такого расположения, что не желали освободиться когда-либо от болезни. 34. И еще обратился и увидел тяжко страждущих, которых болезнь, как некое вразумление, освободило от душевной страсти, и прославил я брением очистившего брения. 35. Духовный ум без сомнения присвояет себе и духовное чувство, чтобы не переставали мы искать этого чувства в себе, когда еще и нет его в нас. 36. А когда обнаружится оно, тогда внешние чувства прекратят свои свойственные им действия. 37. Это-то, зная, некто из премудрых сказал, и обретешь божественное чувство. 38. Монашеская жизнь забудет соблюдаемости в сердечном чувстве, в делах, словах, помышлениях и движениях. 39. Если не так, то не будет она жизнью монашескую, не скажу уже ангельскую. 40. Иное есть промысл Божий, иное Божия помощь, иное Божие хранение, другое – милость Божия и иное Божие утешение. 41. Промысл открывается во всяком естестве, помощь только в верных, а хранение – в верных и верных истинах, милость в работающих Богу, а утешение в любящих Его. 25. Иногда что для одного служит врачевством, то для другого бывает отравою. А иногда одно и то же одному и тому же, будучи данным в приличное время, служит врачевством, а не во время – отравою. 26. И видел я неискусного врача, который, сокрушенного духом больного, подвергнув бесчестию, довел только до отчаяния. 27. И видел врача благоискусного, который поразил бесчестием надменное сердце и очистил то от всего зловония. 28. Видел я, что один и тот же больной, иногда для ощущения скверны, пьет врачевство, послушание, движется, ходит и не спит. 29. А иногда, когда страждет от болезни, душевное око пребывает неподвижным, безмолвным и молчаливым. 30. Имеющий уши слышит да слышит. 31. Иные, не зная откуда, потому что не учился изведывать мысли и подвергать своему исследованию дары Божии. 31. Но скажу так, от самой природы имеют наклонность к воздержанию или к безмолвию, или к чистоте, или к скромности, или к кротости, или к умилению. 32. А другие, поскольку самая природа их почти противодействует им в этом, по мере этих своих сил, делают себе принуждение, и хотя по временам терпят поражение, однако же как борющиеся с естеством, по моему мнению, выше первых. 33. Не хвали, человек без труда приобретаемым богатством, ибо дародатель, предвидя великую твою утрату и немощь, и гибель, спасает тебя, хотя несколько, и теми незаслуженными тобой преимуществами. 34. Обучение в детстве, воспитание, занятия, когда приходим в возраст, или содействует, или препятствует нам в добродетели и в монашеской жизни. 35. Монахам свет – ангелы, а всякому человеку свет – монашеская жизнь. 36. Поэтому да стараются монахи во всем соделаться добрым образцом, и никому ни в чем не полагать притыкания, когда делают или говорят что. 37. Ибо если свет сделается тьмой, то кальми пати, а мрачится тьма, то есть живущая в мире. 38. Если послушаетесь меня вы, покорствующие, или, лучше сказать, намеревающиеся быть покорными, 38. То всего лучше для нас не быть переменчивыми и не делить на части бедную душу свою, не вызывать с собой и набрань тысячи тысячи тьмы тем врагов, 39. Ибо не достанет наших сил изучить или вполне открыть все коварство их. 39. При содействии Святой Троицы тремя вооружимся против трех – против сластолюбия, сребролюбия, славолюбия, воздержанием, любовью и смирением. 40. В противном случае навлечем на себя много трудов. 41. Если и в нас действительно вселится, обращающий море в сушу, то, без сомнения, и наш Израиль, то есть ум, видящий Бога, 41. Приедет это море неволненно и увидит погрязших египтян в водах слезных. 42. А если он не вселится еще в нас, то шум и волн этого моря, то есть плоти нашей, кто постоит? 43. И если при деятельности нашей воскреснет в нас Бог, то расточатся враги Его, и если приблизиться к нам созерцанием, к Нему созерцанием, то бежать ненавидящие Его от лица Его и нашего. 44. Постараемся божественно изучать более трудами, нежели одним словом, ибо во время исхода должны быть показаны не слова, но дела. 45. Услышавшие о сокровище, сокрытом в известном месте, ищут Его, и, сыскав с трудом найденное, берегут, а без труда обогатившиеся, расточают имение. 46. Трудно преодолеть без труда прежние худые навыки, а те, которые не перестают присовокуплять к ним еще новое, или впадают в отчаяние, или не получают никакой пользы от подчинения. 47. Впрочем, знаю, что Богу все возможно. Невозможно же Ему уничтожить. 48. Иов 42. Некоторые предложили мне неразрешимый вопрос, который не по силам всякому из подобных мне, и не встречается ни в одной из заходивших до меня книг, а именно. 49. Какие, собственно, исчадия во сне помыслов? Или какой из трех главных родоначальных пяти прочих? 50. А я, оградившись от вопроса похвальным неведением, от преподобных мужей узнал следующее. 51. Матерь блуда чревоугодия, а уныние тщеславие, печаль, а также и гнев порождение этих трех. 52. Гордости же матерь тщеславие. 53. В ответ на это тем преснопамятным отцам стал я усиленно просить, чтобы сказали уже мне и о порождениях восьми помыслов, какой именно от какого рождается. 53. И эти бесстрастные благосклонно научили меня, говоря, у несмысленных нет порядка или разумности, но всякий у них беспорядок и всякое неустройство. 54. И блаженные отцы подтвердили это убедительными примерами, предложив нас в виду многие убедительные доказательства, из которых некоторые помещаем в настоящем слове, чтобы из них почерпнуть нам для себя свет и в рассуждении прочего. 55. Так, например, безвременный смех рождается иногда от блудного демона, а иногда от тщеславия, когда человек внутренне без стыда величается сам собою, иногда же и от роскоши. 55. Сонливость. Иногда от роскоши, а иногда от поста, когда постящиеся превозносятся. Иногда же от уныния, а иногда от природы. 55. Многоглаголание, иногда от чревоугодия, а иногда от тщеславия. Уныние, иногда от роскоши, а иногда от небогобоязненности. 55. Хула, собственно, есть по рождению гордыни, но нередко рождается от осуждения ближнего в том же самом или от неприязненной зависти демонов. 56. Ожесточение сердца бывает иногда от присущения, от бесчувствия, от пристрастия. 57. А пристрастие опять бывает иногда от блуда или от сребролюбия, или от чревоугодия, или от тщеславия, и от многих других причин. 58. Лукавство также рождается от самомнения и от гнева, лицемерия, от самодовольствия и от своенравия. 59. Все противоположное этому рождается от противоположных им родителей. 60. Но не говоря много, потому что не достало бы у меня времени, если бы вознамерился исследовать все порознь, скажу, что для всех исчисленных выше страстей в собственном смысле губительны смиренно мудрия, и приобретшие этого припобедили все страсти. 50. Родительница всех пороков есть сластолюбие и лукавство. 51. Кто их в себе имеет, тот не узрит, Господа. И воздержание от первого не принесет нам немалой пользы без воздержания от второго. 52. В пример страха Господня возьмем страх, какой имеет перед начальниками, имеем, и зверями. 53. И в пример любви к Богу да послужит тебе образец любви плотской. 54. Ибо ничто не препятствует нам примеры добродетелей заимствовать из противоположного. 54. До крайности испорчен настоящий род, и весь исполнен самомнение и лицемерие. 55. В телесных трудах, может быть, и окажется подражателем древних отцов наших. 55. Но не удостаивается их дарований, хотя, думаю, природа никогда не имела такой нужды в дарованиях, как ныне. 56. И справедливо совершается это с нами, потому что Бог являет себя не трудом, но простоте и смирению. 57. Хотя сила Господня в немощи совершается, однако же Господь не возбранит смиренно мудренному делателю. 57. Когда кого-либо из подвижников наших увидим страждущим телесно, тогда не будем прилагать усилий в немощи его видеть суд Божий и объяснять тот, порочный его жизнью. 58. А напротив того, в простосердечной и нелукавой любви, уврачуем его, приняв как собственный свой член и как воина раненого в обране. 59. Бывает немощь для ощущения грехопадений, и бывает немощь для смирения нашего мудрования. 55. Когда благие и всеблагие, Владыка и Господь наш, видит, что иные часто бывают ленивы для подвига, 56. Тогда уже смиряет он плоть немощью, как менее трудным подвигом, а иногда ощущает этим душу от лукавых помыслов и страстей. 56. Все приключающееся с нами, видимо и невидимо, может быть принято нами и с добрым, и с страстным, и с каким-то средним расположением. 57. Видел я трех братьев, потерпевших вред. Один досадовал, другой прибыл беспечальным, а третий ощутил даже великую радость. 58. Видел я земледельцев, которые бросали в землю одинокие семена, одинаковые, но у каждого из них было свое особенное намерение. 58. У кого уплатить долги свои, у кого скопить себе богатство, у кого почтить дарами властелина, у иного же за усердное дело не снискать похвалу от мимоходящих путем жизни, 59. И у кого досадить завистливому врагу своему, и у другого не заслужить от людей укоризны за праздность. 59. Вот наименование семян, повергаемых земледельцами в землю, пост, бдение, милостыня, разное служение и тому подобное. 60. Намерение же свои братья тщательно, да и испытывают о Господе. 61. Как черпая воду в источнике, иногда случалось незаметно с водой зачерпнуть называемую так жабу. 62. Подобно этому и стремясь по пути добродетели, нередко вступаем на путь пороков, невидимо соединенных с этими добродетелями. 63. Так, например, с страннолюбием соединяется чрево угодия, с любовью в блуд, с рассудительностью суровостью, с благоразумием лукавства, с кротостью двоедушия, медлительность, леность, прикословие, своенравие и непослушание. 64.